Прежде всего, имеется три способа, коим демоны, припосредствии ведьм, совращают в невинных, и вследствие чего, это несчастье постоянно растет. Первый – посредством тоски, из-за тяжких временных несчастий. Святой Георгий говорит, «Дьявол часто стремится к тому, чтобы овладела тоска. Однако, разумей в пределах сил испытуемого и относительно божеского попущения, уясни себе, что Бог попускает, чтобы люди не пребывали в оцепенении малодушия». В этом смысле говорится в книге Судеб, глава 2, «Господь не уничтожал эти народы, дабы искушать через них Израиля». То есть, говорится, о соседних народностях – Хананиев, Евусиев и других. Он попускает также существование гуситов и других еретиков, которые не уничтожены. И демоны припосредствии ведьм поражают соседей и невиновных такими же временными несчастьями, так что те, принужденные, бывают сперва обращаться к ведьмам за советом, а под конец подчиняются их планам, как часто показывает нам опыт. Мы знаем одного хозяина в родной епархии, у которого в течение одного года были околдованы одна за другой 44 лошади. Жена, охваченная тоской, посоветовалась с ведьмами, и, по их совету, который, конечно, не мог вернуть здоровье, она охранила купленных потом лошадей, потому что хозяин был извозчиком, от колдовства. Сколько женщин жаловалось нам, при исполнении нами обязанности инквизиции, что когда при порче коров, лишением их молока и других животных они обращались за советом к известным ведьмам, то получали различные средства, если только они соглашались дать некоторые обещания одному духу. Когда их спрашивали, что же нужно обещать, то им отвечали «немного, нужно только слушаться указаний того духа в отношении некоторых обрядов во время богослужения в церкви, или во время исповеди перед священником, кое-что замалчивать». Здесь надо заметить, что уже мы указывали выше, что этот искусник начинает с малого и незначительного, как, например, во время возношения тела Христова плюнуть на землю, или закрыть глаза, или произнести какие-либо пустые слова. Мы знаем одну ведьму, которая еще жива, так как ее защищала мирская власть. Во время литургии, когда священник приветствует молящимся словами «Господь да будет с вами», она при этом всегда произносила вульгарное выражение «Поверни мне язык в задницу». Во время исповеди, уже по отпущению грехов, ведьмы также должны никогда чистосердечно не исповедоваться, особенно в смертных грехах. Так мало-помалу они приводятся к полному отрицанию веры и богомерзкому занятию. Это средство, как и многие другие, также применяются ведьмами и к почтенным женщинам, менее преданным телесным порокам, но жадно домогающихся земных благ. В отношении молодых, преданных более тщеславию и телесным удовольствием, они пользуются другим средством, а именно их склонностью к телесным желаниям и плотским удовольствиям. Здесь следует заметить, что стремление и желание дьявола больше искушать добрых, чем злых, хотя в отношении искупленных более искушает злых, чем добрых, потому что именно в злых находят большую пригодность к восприятию бесовских искушений, чем в добрых. Таким образом дьявол стремится соблазнить более святых дев и девочек, чему имеются основания и примеры опыта. Злыми он уже владеет и поэтому тем более чтится совратить свою власть праведных, которыми не владеет. Так и земной владыка скорее восстает против того, кто нарушает его права, чем против тех, кто не противится ему. Примеры из опыта. В городе Роменсбурге из двух последствий сожженных ведьм, как это будет видно потом, где пойдет речь о способах, какими ведьмы вызывают бури, одна банщица, между прочими признаниями, рассказала также, сколько бед она претерпела от дьявола ради того, что она должна была соблазнить одну благочестивую девицу, дочь некого очень богатого человека. Ведьма должна была пригласить ее в один праздничный день, чтобы сам демон в образе юноши мог поговорить с ней. Она рассказывала, что хотя очень часто она пыталась это сделать, однако каждый раз, как с девицей заговаривала, она ограждала себя крестным знамением. Никто не сомневался, конечно, что это происходило по побуждению святого ангела для устранения дьявольского дела. Другая девица, проживающая в Страсбургской епархии, каясь одному из нас, уверяла, что в одно из воскресений, когда она одиноко проводила время в отцовском доме, пришла навестить ее одна старая женщина из того же города, и после нескольких льстивых слов, под конец предложила ей пойти в одно место, где остановились юноши, неизвестные ни одному человеку в городе. И когда я, говорила девица, дала согласие и, следуя за ней, подошла к дому, старуха проговорила, вот лестница, поднимемся наверх в комнату, где остановились юноши, но берегись, не ограждая себя крестным знамением. Я пообещала, и когда она шла впереди, я, следуя за ней по лестнице, тайно перекрестилась. Поэтому произошло так, что когда мы вместе остановились на верхней ступеньке, перед комнатой, старуха с ужасным видом, полного ярусного гнева, обернулась и, смотря на меня, проговорила, «Ну будь же ты проклята! Зачем ты перекрестилась? Вон отсюда, во имя дьявола, уходи обратно!» И я, невредимая, вернулась домой. Отсюда можно прийти к заключению, с какой изворотливостью этот старый враг нападает при искушении душ. Упомянутая вследствие сожженная банщица рассказывала, каким образом она была сама соблазнена другой старухой. По дороге она встретила демона в человеческом образе. Шла она с намерением посетить своего любовника с целью блуда. Когда она была демона-инкубом опознана и спрошена, узнала ли она его. И она ответила, что совсем его не знает. Он сказал, «Я дьявол, и если ты хочешь, я всегда буду готов к твоим услугам, и не оставлю тебя ни в какой нужде». Так она согласилась на это. То в течение 18 лет, то есть до конца жизни, она предавалась этим дьявольским мерзостям, при полном, конечно, отрицании веры. Третий способ привлечения и соблазна бывает путем печали и бедности. Падшие девицы, покинутые своими любовниками, которым они отдавались ради обещаний жениться на них, потеряв всякую надежду и отовсюду встречая только позор и стыд, обращаются к помощи дьяволу. Или целью мести – околдовать бывшего любовника и ту, с которой он связался, или чтобы просто заняться всеми мерзостями колдовства. Итак, как подобным девицам нет числа, как, к сожалению, учит опыт, то нет числа и ведьмам, вышедшим за них. Из множества расскажем о немногих. В Бриксинской епархии есть одно местечко, где один молодой человек рассказал такой случай о своей жене, которая была околдована. «В юности, – сказал он, – я любил одну девушку, и она наставила на том, чтобы я женился на ней. Но я опозориваю и женился на другой, из другого округа. Желая, однако, ради дружбы угодить ей, я пригласил на свадьбу и ту девушку. Она пришла, и в то время, как другие почтенные женщины приносили подарки, она подняла руку и сказала моей жене так, что окружающие женщины могли слышать. «После этого дня ты будешь здорова лишь несколько дней». И когда жена, не знавшая ее, потому что, как сказано, была взята из другого округа, испуганная, спросила присутствующих, кто та, что так ей грозило, ей ответили, что это бродячая и распутная женщина. Ее предсказание сбылось через несколько дней. Жена была так околдована и расслаблена во всех членах, что даже до настоящего времени, после десяти лет, она ощущает в своем теле колдовство. Если бы только то, что раскрыто в одном городе этой епархии, относительно колдовства, было бы полностью изложено, то составилась бы целая книга. Думаю, что не должен обойти молчанием следующую удивительную и неслыханную историю. Некий граф из округа Вестерих женился на девушке столь же славного рода, с которой он не мог соединиться плотски после свадьбы, даже до третьего года, будучи околдованным, как покажет конец истории. Он был полон печали, не зная, что он должен усердно призывать святителей божьих. Случилось так, что до выполнения некоторых дел он прибыл в город Мец. Там, бродя по улицам и переулкам, окруженный слугами и семьей, он встретил женщину, которая за три года до этого была его наложницей. Увидя ее и нисколько не думая о причиненном ему колдовстве, он неожиданно по старой дружбе ласково с ней заговорил и спросил, здорово ли она. Когда она заметила любезность графа, то внимательно осведомилась о его здоровье и самочувствии. Когда он ответил, что все хорошо, она несколько удивленно промолчала. Граф заметил ее удивление, снова обратился к ней с любезными словами, вызывая ее на разговор. Когда она справилась от самочувствия его жены, то получила такой же ответ. Она чувствует себя во всем хорошо. После этого она спросила, родились ли дети? На что граф ответил, у меня трое детей, мальчики, каждый год по одному. После этого она еще более поразилась и замолчала. Граф спросил, почему, милая, однако ты так внимательно об этом расспрашиваешь? Я не сомневаюсь, ты сочувствуешь моему счастью. Тогда та ответила, конечно, сочувствую, но пусть будет проклята та старуха, которая взялась околдовать ваше тело, то бы вы не могли никоим образом иметь полового акта с вашей женой. Доказательство этого, на дне колодца, который находился среди вашего двора, имеется горшок с известными колдовскими средствами, который положен туда за тем, чтобы пока он будет там лежать, вы были импотентны. Но вот все напрасно, чему я радуюсь и так далее. Как только граф вернулся домой, он немедленно приказал вычерпать колодец и нашел там горшок. Когда все содержимое было сожжено, то час к нему вернулась утерянная сила. Поэтому графиня пригласила знатных гостей на новую свадьбу, заявив, что теперь она действительно госпожа замка и поместье. А до сих пор, сколько времени она оставалась еще девицей. Называть по имени замок и поместье не следует ради высокого положения графа. Должно быть указана только сущность факта, чтобы заклемить позором такие преступления. Отсюда ясно, каким разнообразным средством прибегает ведьма для умножения несчастья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok